И к новостям спорта. Кузбасс вошел в топ-5 регионов по количеству спортсменов среди населения. Больше всего людей занимаются физкультурой в Краснодарском крае и Республике Тыва. Почти 50% всех жителей. Кемеровская область на пятом месте. Наш показатель 41%. Рейтинг составило Министерство спорта России, сообщают РИА Новости. Школьники подтвердили свою любовь к активному образу жизни. Ирина Коваленко расскажет подробнее. У школьников Междуреченска появилась возможность заработать для своего учреждения денежный приз. Для этого нужно показать себя в легкоатлетических соревнованиях. В командах самые сильные, быстрые и ловкие. Мероприятие прошло в спортзале второй школы. Осенний смотр физических возможностей старшеклассников традиционный. Инициатор – руководство магазина «Планета ремонта». Были мероприятия благотворительного характера. Мы помогали детям, устраивали различные турниры. Последние четыре года мы устраиваем легкоатлетические мероприятия в школах. Я со стороны депутатского корпуса помогаю организовать с комитетом образования, с детско-юношеским центром. Готовы постоять за честь своей школы и поселковые жители. На старте прыжков в длину ученики четвертой школы. Здесь всего две попытки. Лучшая в зачет. Это вроде как моего хобби. Спорт люблю. И мы в своей школе развиваем спорт и физкультуру. В подтягивании парни сражаются не на шутку. Это единственный вид, где не участвуют девушки. Мастер-класс на перекладине от Артура Гельманшина. Чемпион области по легкой атлетике соревнуется за 20-й лицей. 23 подтягивания для него не предел. Спортсменам есть какой-то плюс в этом. То, что ты ходишь постоянно, поддерживаешь свои мышцы все в тонусе. И здесь выступаешь за честь школы. И получается, что давление оказывается. И адреналин этот помогает сделать как можно больше раз. Также участники бегали и прыгали на скакалке. Здесь права на ошибку нет. На то, чтобы принести очки команде, отведено 30 секунд. Арина Марковина выступает в составе гимназии номер 6. Не дала себе ошибиться. В зачет более 80 прыжков. Я хочу выступать ради школы, чтобы принести победу ей. По итогу всех видов соревнований лидеры – представители 20-го лицея. Второе место у учеников 6-й гимназии, 3-е – 24-й. Организаторы обещают повторить соревнования и в следующем году. Ирина Коваленко, Михаил Чеканов, Новости Плюс.